Всем доброе утро. У нас сегодня проблемное утро, у Ярика снова рвота и кто знает ацетон у ребенка, мы уверены, что у него это болезнь. У нас одни лекарства закончились с прошлого раза, одни есть, те, что есть, я дала, но у него все вышло и другие там дали от дыру воды, но он уснул, поспал где-то 15 минут и снова у него все вышло, не знаю, усвоилось или нет. Короче, Сережка сейчас возле Ярика, Ярик спит, Сережка его успокаивает, потому что Ярик плохо себя чувствует, короче, когда они проснутся, то нужно, чтобы Сережка съездил в аптеку и докупил те таблетки, что нам не хватает, но их уже можно давать, когда Ярику станет лучше, потому что все, что попадает ему внутрь, все сразу выходит. Я только его напою водой, а его это наоборот, короче, вот такое утро. Всем привет, сейчас одеваю Ярика, у нас снова симптомы повторились, то есть Ярику очень-очень плохо, потом он засыпает, проспал, наверное, 2 часа, может, даже больше, потому что Сережка что-то волновался, что он много спит и у него, ему нужно попить воды, короче, все хорошо, он проснулся с аппетитом, сразу кушать захотел, покормила, все хорошо. Так что у нас как-то вот это все наплывами, и сейчас одеваю на Ярика шлем, и они с Сережкой поедут по делам, они вам покажут все, куда поедут. Всем привет, представьте, приехал в Эдеку купить пироги и забыл деньги, только карточка с собой. Но не совсем в Эдеку, а тут есть кондитерская, в общем, возле Эдеки, не знаю, Хемке называется или как-то так, и они не принимают карточки, и надо ехать в банкомат. Попросил, чтобы отложили, сказали, отложат, мне все, сейчас едем с Яриком в банкомат. А Ярик тут сходит с ума, уже лазит, где только может. Ярик, поехали! Все, едем. Да, сюда вставляем. Другой стороной, вот так. Вставляем. Теперь набираем пин-код, да, Ярик? Нет, теперь заплатить. Теперь пин-код. Да. Ярик, молодец, набрал. Да? Так, сколько нам надо снять? Парк, у меня все. Мало? Нормально, хватит. Деньги. Да? Деньги. Деньги. Вот. Ты денежку заберешь. Забирай денежку. Да. Карточку забирай. Хоп, теперь денежку. Денежку. Ярик, забирай денежку. Вот так. Ну, сколько у тебя денежек? Молодец. Чёрный чай для тебя? Я чёрный, а ты зелёный, да? Не чёрный, я ж так в последнее время чёрный. Звонил мне Женя только, что он живёт тут в Оберхаузене, тоже мне очень полезную консультацию дал. Он юрист, да? Да. Насколько я понял, что основная проблема, что они не приветствуют, когда человек вот это отпрашивается с работы и всё такое. И, в общем, я сильно много отпрашивался. Надо было отпуск брать и всё. Последний момент очень. Ну, как последний, я за неделю, за две отпрашивался. Ну, в общем, вот такая фигня. Ну, мы видим, что он. Да, посмотрим, да. Я ещё только не знаю, что будет какая неделя. Ты только рассуждаешь. Ну, он же... Я, насколько понял, что последнее моё отпрашивание, чтобы встретить твою маму, было фатальным. Шеф взорвался. И теперь понедельник будет какой-то серьёзный разговор. Не знаю. Саня, ты уже давно сам хотел с ним поговорить. Да, наконец-то. И, на самом деле, ты уже много раз уже и говорил с ним. Ну, всё было пустое. Но всё равно назревали вопросы, которые... Ладно, подождём понедельника. Ну, что там в кафе... К нам Оля приезжает завтра. Ты говорила? В Голландии, да. Говорила? Не, наверное, не говорил. К нам завтра приезжает Оля. Может быть, да? Она же не отжидитила. Может быть, она сказала, что приедет. А, приедет, да. Ты сказала, кто такой Оля? Наверное, раньше говорили. Это дочка маминой подруги. И она же... Наши родители дружили и дружат сейчас. Она уже давно живёт в Голландии. И вот первый раз мы приедем в гости. Да, так что мы завтра встречаем гостей. И долго думали, где мы посидим дома или пойдём в комфе. Просто завтра в воскресенье мы думали, вдруг там закрыты те рестораны, которые возле нас недалеко. Далеко куда-то ходили. Ну, один, сказал, с пятнадцати или шестнадцати, с пятнадцати работают. То есть, если она намного раньше приедет, то тогда пойдём в греческий. А вообще спросят, какой они хотят больше. Да? Да, возле нас тут два. Или греческий, или... Не знаю, немецкий его называть. Наверное, немецкий кто-то, да. Просто Оля вегетарианка. И нужно ещё угадать меню, чтобы там было что-то покушать. Всё будет хорошо, зайка. Не волнуйся. Юля, по-моему, переживает больше, чем я. Это все мои приключения. Мне писали, что я себе накручиваю. Ну, я же девочка. Почему мне себя не накрутить? Да. Всё хорошо. В любом случае, я сам этого хотел, потому что очень устал уже. Поначалу казалось, что со временем будет лучше. Может, немецкий выучу. В общем, мне это казалось возможностью. А сейчас, кажется, это работа болотом, которая меня настолько засосала, что у меня не остаётся свободного времени ни для нашей семьи, ни для моей дорогой жены, ни для наших детей, ни для просто нашего совместного отдыха, какого-то хорошего, интересного. Ни для чего не остаётся времени. Постоянное зарабатывание денег, работа, работа. Ну, и плюс, я считаю, что такая интенсивная работа, она не проходит даром. Это, грубо говоря, я просто продаю своё здоровье за день. Да, это точно. Ну, то есть неизвестно, чем это позже может обернуться. Эти сутки на работе, ночь и всё остальное. А там же есть ещё переживание. Поэтому мы как бы особо не переживаем. Каждая новая возможность – это возможность чего-то улучшего. Поэтому как бы тут не всё… Чем бы это всё не закончилось, я думаю, это всё к лучшему. Мы в это верим. Мы на завтрак купили такой тортик. У нас в Деке продаётся… Нет, вот это красивее. Осторожно. Это что, сливом? Да, сливовый пирог. Это когда-то учительница немецкого, которой я когда… Кстати, ребята, кто-то спрашивал, где я занимался. Я занимался у преподавателя, но это было недолго. Это продолжалось недолго, буквально… Сколько? Месяца три, наверное, мы у неё занимались. Учительница немецкого нам обещала сливовый пирог приготовить. И говорила, сейчас есть сливы, я вам на следующее занятие приготовлю. Но потом у неё что-то не получилось, потом ещё что-то, а потом в итоге эти занятия закончились. Так мы не попробовали её сливовый пирог. И тут я в Эдеке, в кондитерской при Эдеке увидел бакерай. Да? Как это называется? Бакерай, да? Это пекарня. В пекарне, да, в пекарне. Увидел этот сливовый пирог и тут же его купил. Думаю, надо попробовать. Много так слышал о нём. Он выглядит вообще как-то непрезентабельно. Но надеюсь, что на вкус он будет супер. Сейчас покажу, как выглядит. Вот так. Вот это он, да? Ну, вы видите, какие-то эти сливы, как подгоревшие немного. Ну, они же пеклись. Да. В общем, Ярик уже все пироги попробовал. Уже два вида попробовал. Кстати, всё хорошо, Ярик же ничего. Нет. Всё ок. Как у тебя день прошёл? Хорошо с утра. Нет. Ярик, ты покушал? Идём спать. Идём спать уже, да? Нет. Нет, не идёт. Ярик не хочет спать. С утра. Вчера засыпал в таком радостном настроении. Выпил на ночь вина. Сегодня просыпаюсь с утра. Голова болит. Вообще ужас. Хотя выпил вина там буквально один бокал где-то. Грамм 150-200 вина, наверное. Один бокал небольшой. И с утра просыпаюсь. Такой депрессняк. Думаю, о боже, какие проблемы на работе. И всё. Ну, потом к обеду настроение улучшилось. А к вечеру сейчас снова всё на позитиве. Всё супер. Спасибо всем за поддержку. За комментарии. Добрые, злые. Нам все комментарии интересные и полезные. Мы очень рады, что вы пишете. Да, спасибо большое. В любом случае нам интересно читать. Что бы там не было написано, поверьте. Сегодня я разговаривал с Женей. И он говорит, что по его мнению, то, что я привязан к работодателю, это не имеет большого значения, если я могу найти такую же работу. Но я почему-то считал, что мой вид на жительство привязан к этому работодателю. То есть, если я уволюсь, то для того, чтобы найти новую работу, мне снова надо пройти проверку на рынке труда. И, наверное, снова получать визу в Украине или я не знаю, как это правильно. Не, наверное, достаточно просто проверку на рынке труда пройти. Но это же тоже не так просто, мне кажется, делается. Не знаю. То есть, как бы не каждая вакансия мне подойдёт. Только та, на которую не претендует немец и так далее. Поэтому, кто разбирается в вопросе, подскажите, как вы считаете, какая моя ситуация. Если у меня в виде на жительство написано в этом приложении к нему, что он действует только в связке с этим работодателем, на которого я сейчас работаю, с этой должностью. Какие мои перспективы, если я уйду с этой работы. Надо ли? Ну, я думаю, что да, по-любому надо проходить проверку и всё остальное. Вот такая ситуация. Ну, что, мы держимся оптимистично. Всё, что не происходит, всё происходит к лучшему. Да, мы будем что-то менять. Будем что-то менять и обязательно... Поделимся с вами. Да, только в лучшую сторону. Даже несмотря на то, что некоторые... Я понимаю, ситуация очень тяжёлая, можно сказать, очень стрессовая. Но, ребята, оставайтесь всегда оптимистами. Главное в жизни, чтобы вы, ваши родные, были живы-здоровы, а всё остальное приложится, всё остальное ерунда, поверьте. Всё будет гуд. Ярик, ты залез в Полинкину ванну? Как тебе классно! Можно к тебе? Нет? Можно я к тебе, покупаясь с тобой? Нет. Ты сам? Нет. Мама, что ты такое говоришь? Там пена, кругом пена. Ярик, я тебе так завидую. Мне доктор сказал, два месяца нельзя в ванной. Да нас её и нет. Только душ. Ярик. Ярик. Пока-пока. Всем пока. Всем? Да. Ой, что случилось? Яблась. Ты упал. Яблась. Всем до завтра, всем пока. Пащ. Полина плачет, пойду к ней. Пока-пока. Паааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры сделал DimaTorzok